Кто в Адлере не бывал, тот жизни не видал. Всем привет, дорогие друзья, всем добрый день, добрый вечер. С вами Павел Морозов в Сочи. Вот решил вам показать последний день лета, так скажем. А судя по количеству народного пляжа, он вовсе не последний. Мы с вами в Амеретинской низменности, на пляжах Олимпийского парка, Олимпийской набережной. И вы посмотрите, сколько людей. Огромное количество людей и огромное количество развлечений, которые здесь можно встретить, просто дарят нам замечательное настроение. Я очень рад за этих людей, за себя и за всех тех, кто имеет возможность отдыхать вот так вот на пляжах, на лучших пляжах в нашей стране, тогда, когда им заблагорассудится. Вот посмотрите, какие горы сегодня, какая красота нас сегодня ждет. Приготовьтесь к хорошему полету, к замечательным видам всего Олимпийского парка, всей набережной и, конечно же, замечательного моря. Нет, в самом деле, очень много людей и лето такое ощущение, что не заканчивается. Вот только поглядите, как много людей на пляже. Конечно, наверное, в начале августа было побольше, но сейчас уже завтра-послезавтра 1 сентября. И, конечно же, я удивлен, что столько много людей, может быть, кто-то даже себя увидит здесь. Посмотрите, какая чистая и теплая вода. И посмотрите, как людям хорошо здесь, как хорошо и весело. Это наше излюбленное место. Здесь всегда можно найти развлечение по вкусу. Это и покататься на сапсерфах, и покататься на аквабайках, и просто покупаться. Сейчас август, самое-самое-самое теплое время. То есть, когда температура воды прогревается до 28-29 градусов. И люди с превеликим удовольствием здесь, как вы видите, катаются и на сапсерфах, и на байках. Пожалуйста, немножко мы людей посмущаем своим присутствием, но не думаю, что сильно люди засмущаются. Вот так вот можно очень умело кататься. Ну, а больше мастера, конечно же, катаются стоя. Сейчас мы с вами посмотрим весь пляж. Вот такая красота. Вот эта солнечная дорожка такая красивая. Безусловно, красивая. А там кто-то ездит еще, катается на аквабайке, на гидроцикле. Давайте к нему подлетим, посмотрим. Ну, как он умеет. Молодец, молодец. Там, мы говорим, с девушкой катается, по-моему. Волны режут. Смотрите, как красиво. Молодец. Немножко попрестаем к нему, конечно. Не думаю, что он сильно расстроится по этому поводу. Потом найдет себя на просторах интернета. Ну, не будем долго на нем останавливаться. У нас впереди много интересного. Покажу вам весь пляж. Знаете, сейчас, я буквально час назад был в Сочи парке. В Сочи парке развлечений. Здесь очень много народа. Конечно, не так, как, может быть, в июле или начале августа. Но все еще очень и очень много. И вы можете там покататься на самых таких страшных и опасных аттракционах. Это Жар Птица. Это Змей Горыныч. И самый страшный, это, конечно же, квантовый скачок. Вот. И, знаете, вот всем рекомендую, любителям острых ощущений, как говорится. Всем рекомендую. Ну, а мы пока пролетим вот здесь вот над людьми. Посмотрим, как они веселятся. Ну, а что здесь? Как вы видите, лето продолжается у всех. И особо никто не торопится в школу. Не торопится от слова вообще. Может быть, где-то здесь увидите и меня. А это сетевые кафешечки от Магеллан, Папа Пицца, Мора Д'Амора. Это все то, что мы очень любим. И в них очень часто мы проводим встречи с клиентами. Пьем чай или ужин. Ну, а вот это уже дома. Такие частные дома, коттеджи, виллы их можно назвать, отеля Арфа. Очень красиво, конечно же, очень красиво. Смотрится особенно на фоне вот этих великих гор. Смотрите, друзья, самые дальние хребты тоже уже покрыты снегом. Припорошил чуть-чуть их. А может быть, он и не растаял. Но в любом случае, это очень красиво. Красота. Весь Адлер как на ладони. Здесь, в Амеретинке. В этом-то, собственно, и прелесть Амеретинского курорта, когда вы видите с земли все эти горы, все эти хребты. Всю эту красоту. Это уже Рэдисон, отель Рэдисон, да. У него там свои два бассейна, две зоны с бассейнами. Но это пляж Рэдисона тоже. Здесь можно, как вы видите, и попрыгать с понтонных таких мысков, так скажем, да. И просто позагорать на лежаках. Красиво, безусловно, красиво. Вот так выглядит Амеретинка. А это коттедж Рэдисона, кстати, тоже, которые сдаются. И сдаются очень высокопоставленным гостям, чиновникам и так далее. Вы только посмотрите, какая красота. Просто глаз радуется, друзья. И вот эта набережная, она вот оттуда, от Абхазии. Вон, за бриджем она заканчивается там, да. И вот она вся идет. И по ней, смотрите, гуляют люди, на велосипедах катаются. Вот, вот это вот очень-очень красиво. Сверху смотрится вообще очень шикарно. Смотрите. Очень интересно смотреть именно сверху. Как это выглядит все. Это очень похоже на Европу, друзья. Где-нибудь на Канарах или на... Не знаю, может быть, подскажете еще, кто где бывал. Кстати, сам Олимпарк, он находится там, вот там Фишт. И, собственно, Сочи парк развлечений, вот он. И мы можем даже увидеть некоторые аттракционы. Вот эта, скажем так, вот эта башня вертикальная, да, это как раз жар-птица. Ну, не такая уж страшная, на самом деле, как она выглядит. Это змей-горыныч, вот эта желтенькая. А вот те фиолетовые. Фиолетовые, это как раз слева, это как раз какой-то там квантовый скачок, забыл. Вот. И вот там реально очень страшно. Поэтому, если кто-то хочет острых ощущений, вам туда. Я только что оттуда прокатился на них всех. И хочу сказать, что... Хочу сказать, что я хочу еще. Вот так вот. Поэтому рекомендую всем. Это у нас Sirius образовательный центр. Кстати, кто не в курсе, здесь, в Олимпарке, огромные изменения грядут. Это, ну, скажем так... Скажем так, это будет самое топовое место на всем побережье Российской Федерации. Здесь будет совершенно по-другому реконструирован и использован морпорт. Все территории, вот эти пустые, которые вы видите, они будут использованы... Кстати, вот там Трансформула-1, вот Сочи-парк-отель, да. Вот все территории пустые, они будут использованы по строительству инновационно-научно-технического центра Sirius. То есть это то, что... То, собственно, зачем мы сюда и делаем совливание, огромные миллиарды денег живых вкладываются, да. И вот все пустующие территории, в том числе вот за Сочи-парком, вот там, да, и вот с той стороны есть пустые территории. И даже вот там, допустим, да, где административное здание. И НДС Sirius это все займет, займет, значит, самим университетом, зданием, значит, зданиями вспомогательными, спортивными новыми сооружениями, а также кампусом, то есть для учителей, общежитиям и для учеников. Это будет прям такой полноценный университет, даже научно-технический центр, правильно сказать, по как... как вот типа МГУ или что-то в этом роде. А вот там сзади, как видите, сзади Сочи-парка, повыше на стороне Блина Веселая, мы там очень много недвижимости продаем, потому что, ну, здесь недвижимость практически не продается или продается по очень высоким ценникам. А там вот можно купить вот в той стороне, или там вот в той стороне за дублером, можно купить очень хорошую недвижимость и себе, и для аренды, для круглогодичной, так скажем, да. Вот. А здесь новый комплекс строится, друзья, который будет строиться по ФЗ-214. Кому интересно, я сделаю отдельный обзор. Подписывайтесь на канал. Квартиры там будут начинаться от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Вот. Поэтому... Поэтому я вам рекомендую подписаться. Нам говорит коптер о том, что очень высокий ветер, сильный ветер, да. Вот. Мы сейчас будем потихонечку возвращаться уже. Я вам показал очень много уже, в принципе, будем снижаться. Посмотрите на горы Абхазии, друзья. Правда, ведь очень красиво. Главный Кавказский хребет, это, собственно, то, зачем люди сюда едут. За вот этими горами. Больше даже, чем за морем, я вам честно скажу. Ну что, давайте подлетим вот к тем яхточкам, посмотрим, чем же они там занимаются. Немножко их подразним, и будем уже возвращаться. Красиво. Правда, красиво. Как же я люблю Адлер, как я люблю Олимпарк, друзья. Я жил везде, и в Дагомысе, и в Центральном Сочи. Но больше всего я люблю именно Адлер. На самом деле, кто понимает, они покупают невижимость именно здесь, потому что Сочи, ну, по сути, он для пенсионеров город. Адлер, это Олимпарк, это то, что действительно стоит приобретать. Потому что вся перспектива только здесь, конечно же. Вот смотрите, как ребята тусят здесь. Что вы тут делаете, ребят? А, рыбу ловите. Ловите рыбу. Отлично, отлично. Ну, ловите, не будем вам мешать. Не будем мешать вам. Мы полетим дальше. А вон, яхта в закат ушла. Ну, катер. Красиво. Так, что у нас тут еще интересного есть? Давайте посмотрим. Ага, ну, полетели туда тогда. Уже будем скоро завершать наше мини-путешествие по Амеретинке. Люди здесь рыбачат, я смотрю, активно. Пристаем еще к этой яхте немножко и будем уже возвращаться. А что это вы тут делаете? Ага, тоже рыбачите, да? Немножко попугаем, вас его не против? Ну, передайте привет, ну, кто-нибудь. Ну, кто-нибудь, передайте привет. Не будете передавать? Ну, ладно, у вас была такая возможность. Может быть, потом на видео найдете себя. Хорошо. Не хочет никто нам передавать привет. Мы улетаем дальше. А, вот эти ребят по-любому передадут. Ну, вы же не скучные ребята, веселые, правильно? Передадись привет. Ну, передавайте привет уже, давайте. Нет, не будете что-то? Ага, передали привет. Передали, ага, нет, передали. Ну, потом найдете себя на видео. Ну что, дорогие друзья, пролетим над пляжем. Может быть, кто-то еще здесь себя увидит. Просто немножко попугаем людей. Чуть-чуть. Ну, совсем капельку. И уже будем возвращаться. Вода, конечно, потрясающая. В этом году я купался 4 раза. Это много. Люди-то тоже заценили. Я смотрю. Да, людей прям прилично. Уже вечереет, но все равно людей много, правда. Ну что? Повеселились и хватит. Как говорится. На людей посмотрели, себя показали. Пора и честь знать, правильно? Все-все, возвращаемся потихонечку. Будем сейчас возвращаться. А спасатель? Вот у спасателя работа какая, а? Смотрите. У спасателя работа очень тяжелая. Ну что, ладно, будем возвращаться вот так в закат, в такую красоту. Друзья, я всем вам желаю хорошего настроения, побольше здоровья, удачи. И, конечно же, денег, чтобы хватило вам на все ваши желания. Деньги сами не приносят счастья, но на них можно купить квартиру в Сочи и уже отдыхать здесь столько, сколько вам хочется. А то, может быть, и жить. Удачи по жизни, друзья. С вами был Павел Морозов в Сочи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, кому нравится это видео. Следите за новостями. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok